Всем привет! Сегодня у нас 19 марта 2020 года. В интернете и в СМИ новости только про коронавирус. Ну и давайте я вам сегодня расскажу, как эта вся история с вирусом спутала нам карты с покупкой автомобиля. А пока мы погуляем с вами по парку, вы посмотрите, царит ли паника, ходят ли люди в масках, ну и все такое. Ну что, давайте по порядку. Так, время сейчас у нас без десяти девять. Я специально вышел пораньше, чтобы никто меня, так сказать, не смущал. Тут-то иду как этот с палкой и снимаю. Ну ладно, значит, почему спутала карты? Сегодня у нас, как я сказал, 19 число, четверг. И именно на четверг-пятницу моя супруга взяла два дня отпуска. И мы как раз собирались в эти два дня поехать и забрать машину. Машина наша находилась на севере Германии, где-то выше Ганновера. Место я вам сейчас напишу в титрах. И мы собирались забрать. Но в пятницу 13-го, то есть неделю назад, моя супруга, когда приехала с работы, ей пришло такое сообщение на телефон. И мол, то, что в понедельник их собирает экстренное, и тема совещания будет как раз насчет вируса. И тут у нее такая зародилась мысль, то, что если их начинает собирать, да и вообще уже фирмы некоторые в Германии начали закрывать, и она подумала, что эти амты, и амты это у нас ведомство, и в частности КФЦ Цула Сунгштейли, это там, где машина ставится на учет, их тоже могут закрыть. И, соответственно, даже если мы машину заберем, мы ее не сможем поставить на учет. Но забегая вперед, скажу, что она была совершенно права. Так вот, в пятницу вечером мы в экстренном порядке начали изучать страховые компании, и где бы нам нашу потенциальную машину застраховать и получить вот этот страховой номер. Я вам напишу, как он на немецком называется. Так вот, значит, в пятницу вечером мы получили этот номер уже почти под закрытие дня. Это было что-то время около восьми вечера, и как раз все фирмы, вот эти вот страховые, работали до восьми. И уже в субботу утром, а точнее, это уже 14 марта было, да, суббота, в 4 утра мы уже встали, и чтобы на первом поезде поехать в этот, в КФЦ Цула Сунгштейли. Он находился в Беблингене, хотя мы живем в Бадрапанау, но так как мы еще на тот момент не были прописаны в этом Бадрапанау, мы могли бы поехать только туда. Значит, поехали мы туда, естественно, своим ходом. Дорога у нас заняла там что-то без копеек 3 часа. Доехали туда, ну и, конечно же, пошли уже проблемы с этой, так сказать, пандемией, потому что в само помещение запускали, наверное, человек по 10, и очередь прямо шла, выходила на улицу. Везде были вот эти вот дезинфекторы, туда-сюда. Ну, в итоге мы в этой очереди потратили полтора часа, но самое обидное, что мы отстояли впустую. Почему мы туда приехали? Мы хотели получить транзитные номера на машину, и потому что машина уже была на номерах вот этого предыдущего хозяина, и, соответственно, на этих транзитах мы собирались приехать к нам на место, и тут ее уже поставить на учет. Но нам девушка сказала то, что, к сожалению, она нам не может выдать транзит, и так-так, так как машина уже стоит на номерах, и она не имеет права. Ну, и в итоге, короче, мы тоже подрастроились. Супруга позвонила продавцу машины, объяснила ситуацию, но он предложил, типа, можете приехать и на моих номерах уехать. Вот. Ну, естественно, мы согласились, потому что уже, скажем, прямо время играло не на нас. Значит, я по приложению Чек-24 быстренько нашел машину для аренды машины через приложение Чек-24, и с аэропорта Штутгарта мы бы ее забрали. Вот. Короче, мы поехали оперативно с этого Беббингена в Штутгарт за машиной. У нас было такое... Мы были скептически настроены, потому что аренда машины по этому приложению у меня заняла 30 секунд. Цена была адекватная. Я вам про цены потом все расскажу. Цена была адекватная, и все было подозрительно легко. Ну, супруга сказала, наверное, какие-то будут проблемы. Но я, кстати, тоже об этом думал. Ну, ладно, мы приехали в Штутгарт, подходим к этой стойке, этой компании, где мы машину арендуем. Все. Машину мы арендовали с двух часов дня, а мы приехали туда уже в час, в 13.00. Ну, это никакой проблемы не создало. Значит, я уже был в базе туда-сюда. То есть никаких проблем не было подозрительно. Но единственное одно но, то что, когда ты букинишь машину, у тебя должна быть кредитная карта. А кредитная карта была на имя жены. Но это тоже не была проблемой, потому что вот этот сотрудник это переделал на Юэйме. Это заняло там буквально тоже до пяти минут. Но есть такой один неприятный момент был для нас. Он спросил, помните ли вы пин-код от вашей карты? Мы, естественно, сказали, что да. Но на самом деле мы... Я не уверен, что мы помнили этот пин-код. Но самое интересное, что он нам на словах поверил, и нам эта карта так и не понадобилась. Поэтому я до сих пор не понимаю, для чего знать этот номер. Но если бы мы сказали нет, то машину мы бы не получили. Моган. Я сделаю видео для моего YouTube-канала. Спасибо. Вот видите, немцы позитивно настроены. Это первый раз меня так спрашивают. Ладно. Короче, в итоге машину нам дали. И пока мы шли за машиной, я параллельно на Booking.com арендовал, ну как, забукинил гостиницу. Цену вам тоже чуть позже расскажу. Короче, все как бы складывалось за нас. Хотя день начался... День начался прям не с той ноги, потому что я уже сказал, что мы в 4 утра встали. В 5 утра мы уже сели на автобус. Ой, на автобус, на поезд. Но только мы сели в поезд, и жена вспомнила, что она забыла Ausweis, этот документ. И в итоге, короче, мы на следующей остановке вышли. Кстати, вот на этой остановке мы вышли. Я сейчас иду. Называется Badrappanao Kurpark. И пешочком опять до дому, за этим автобусом, и следующий поезд шел через час. И в итоге, мы, конечно, с супругой планировали к 8-ю приехать, в Цула-Сунгстелле, а в итоге, по факту, приехали к 9-ти часам. Но, в итоге, я говорю, что мы просто так прокатились. Так вот, все. Значит, когда мы арендовывали машину, по приложению у меня стоял Volkswagen Golf. Вот. Ну, когда мы пришли на стойку, сотрудник сказал то, что он нам предлагает либо Opel Mokka, либо BMW второй серии Active Tour. Ну, я сразу сказал BMW, потому что никогда в жизни не ездил на BMW. И тут я прям думаю, ну, если уж брать в аренду, то уж возьму то, что мне нравится. Вот наша, кстати, остановка, где мы вышли. Значит, ну, все, взяли BMW. Значит, так, по поводу машины, для нас было принципиально, что машина была на автомате. В итоге, наш BMW был на автомате, бензиновый, 220-й. По деньгам, значит, на чеке он стоил 91 евро, плюс небольшой этот, как его, каусьон. В итоге, с карты заморозилось, по-моему, 167 евро. Из этих 167 евро 91 или 92 евро мы бы заплатили за машину. Ну, как не, мы и заплатили за машину. Вот. Значит, машина была в хорошем оснащении. то есть, я-то думал, такая бедненькая комплектация, на самом деле, все очень даже богатенько. И, стыдно сказать, но даже поначалу, машина новая была 19-го года, и вот эти уху, бемои, их селекторы, переключение передач, я никогда ими не пользовался. И, короче, ну, первую минуту, я, конечно, потупил, что и как там включать. Ну, в итоге, конечно, все интуитивно понятно и проблем не было. Все. Значит, время уже было что-то начало второго, и мы поехали, мы поехали на север. Hello. Так вот. Значит, от Штутгарта, Флюхафна, до нашей гостиницы, куда мы ехали, я вам сейчас напишу место. Сейчас в голове не помню. Было шестьсот шестьдесят пять километров. И за, по-моему, чуть менее восьми часов мы до туда доехали. Значит, по пути мы останавливались в Макдональдсе, мы покушали, потратили 19,50 евро. Округим, 20 евро мы потратили. Вот. Плюс останавливались один раз, заправляли машину. Ценник я вам сейчас напишу. И два раза останавливались в магазинах за водой и за всякой мелочевку. Останавливались в Деку и в Реве, по-моему. Ну, что-то такие. Сетевой обычный магазин уже почти на самом севере. Вот. Ну, машина была очень комфортная. И, конечно, на такой машине ехать одно удовольствие было. Это я вам говорю про БМВ. потому что, средняя скорость была у нас где-то минимум ну, 160 км в час где-то мы шли точно. Местами и 190, и 200. И автобаны были пустые. и поэтому сама дорога сильно нас не утомила. Но учесть то, что мы встали в 4 утра, конечно, к вечеру мы уже, когда приезжали к отелю, мы были уставшие. Так вот, значит, к отелю мы подъехали. Время было у нас 21-25. Давайте пару слов про отель. Значит, такая небольшая комната. Я вам сейчас фотографии вставлю. За отель мы заплатили 47 евро. Это очень дешево. Дешевле цены я не видел. И самое классное, что этот отель находился в 15 минутах езды от того места, где мы должны были машину купить. Вот. Поэтому все, мы даже нас даже хватило сил принять душ. Все, мы даже немножко посмотрели телевизор и срубились. в 8 часов утра следующего дня, это была суббота, 14 число, мы проснулись, хозяин, продавец написал то, что он нас готов принять с 9 часов, то есть он дома. Все, ну, мы в таком оперативном состоянии быстренько собрались туда-сюда и поехали за машиной. Так вот, помните, я вам говорил, что ехать 15 минут до места нам было, но из-за того, что, я не знаю, связано ли это с короной или не с короной, переправа, наша деревня находилась чуть выше той деревни, где мы должны были купить машину, а посередине их разделяла река Эльба. Так вот, по этой реке ходил паром и этот паром не работал в тот день, то есть он стоял на этом, на другом берегу и мы не могли приехать, точнее, воспользоваться его услугами. Ну и, короче, мы поехали в обход. Обход нас занял, так вот, если мы ехали 8 часов на север Германии, тут машина переезжает, извиняюсь, то обход у нас занял вот этих там 10 километров 55 минут. Мы поехали в одну часть, ну, из-за моста, короче, не буду давать подробности, короче, 55 минут мы на это потратили вместо 15. Ну, да ладно, опять же скажу, то, что машина была очень комфортная, поэтому 15 минут, ой, 55 минут на этой машине было ехать очень комфортно, погода стояла классная, и вот этот типичный северный пейзаж, вот эти вот, знаете, аллея, вот эти, вдоль аллеи вот эти деревья, и погода стояла классная, ну, короче, в принципе, эти 55 минут прилетели незаметно. все, короче, мы приехали к продавцу, мы уже издалека видели, где стоит наша машина, все, она была такая чистенькая, туда-сюда, ну, все было понятно, что машину мы берем, даже не выходя из машины, из этой Бэмбо имеется в виду, значит, нас встретил продавец, ну, сразу видно было, что он очень обеспеченный, и деньги ему, я так понял, что сильно не упирается, у него свой вон-вагон, у него машина Мерседес, у него вот этот мотоцикл Хонда Голдвинг, да, вот этот большой, плюс у него были две яхточки, вот этот большой дом, и рядом тоже их дом, короче, он был очень сильно упакован, и все, он нас пригласил, он, по-моему, предложил нам кофе, все, мы попили кофе, посмотрели документы, и потом начали делать тест-драйв, сначала я прокатился, потом супруга, ну, даже когда мы садились в машину, там все было понятно, что машина в очень хорошем состоянии, и скажем так, нам сильно с ней повезло, с машиной. Халло. вот видите, все гуляют, и я тут иду с этой палкой, ну ладно. Так вот, прокатился я, потом моя супруга, ну, все было хорошо, короче, что ты скажешь, я сильно в это вдаваться не буду. все, мы оформили сделку, и, кстати, вот этот продавец, потом моей супруге сказал, то, что он ради интереса, потом посмотрел в интернете, вообще, цены на эти машины, и сказал, что вам очень сильно повезло, потому что такую машину за такие деньги не найти, и он сказал, то, что он реально предешевил с ценой. Вот смотрите, я еще здесь не ходил. но действительно, я, кстати, и вчера смотрел, да и вообще ради интереса смотрел, за такие деньги, а именно, до 5000, автомат, машина 2011 года, пробег 26000 километров, два хозяина, и оба хозяина в одной семье, таких машин ноль. Поэтому, что тут скажешь, пока на сегодняшний момент машина у нас, ну, мы очень рады с покупкой этого автомобиля. Ладно, продолжаем дальше. Значит, и мы на двух машинах, на двух машинах, я на BMW, супруга на Renault, я вам сейчас, наверное, вставлю, или уже вставил, посмотрим при монтаже, значит, и супруга на Renault, поехали в сторону Ганновера, потому что я когда чековал, я когда митовал машину, я ее специально задал параметры, беру в Штутгарте, а сдаю в Ганновере. То есть, мы на этих двух машинах поехали в Ганновер, в Флюхафен, аэропорт, там я сдал BMW, пересел на модус, и уже на модусе мы с супругой поехали к себе домой. И вернулись мы, я как сейчас помню, парковались мы 21.20. То есть, получается, что, вот как у нас с пятницы, вечером этот экспромт начался, и вот только в воскресенье вечером у нас все закончилось. Все, без задних лап, мы легли спать, и на этом все. Значит, подытожить в двух словах, из-за этой эпидемии коронавируса мы испугались, что амты все будут закрываться, поэтому нашу поездку на север мы переложили почти на неделю раньше. Это первое. Второе, к сожалению, не получилось так подробно поснимать про это все. Ну, сейчас я вам рассказал, там пару кадров вставил, которые я делал во время поездки. По деньгам давайте пробежимся. Сейчас в титрах я буду точные цифры говорить, а сейчас, насколько в голове, я помню. Машина нам обошлась 91 евро. Заправка. Два раза мы эту машину заправляли. Первый раз, по-моему, 60 евро, второй раз около 40. Ну, короче, бензин 90-100 евро. Это касается BMW. Рено мы заправляли тоже два раза. Я вам сейчас напишу, сколько мы отдали. Не вспомню. Отель нам обошелся в 47 евро. Так, два раза мы заезжали в Макдональдс. Один раз в ту сторону, когда ехали, и один раз, когда обратно ехали. Оба раза мы заплатили, по-моему, около 20... Нет, первый раз 20 евро, второй раз, по-моему, 22 или 25 евро. Но, опять же, ценники я вам покажу, напишу. Значит так, машина в объявлении стояла 5 350 евро. Еще по телефону, еще до поездки супруга сторговалась до 4 900. И в итоге вся эта разница, что мы сторговали, как раз мы опустили на дорогу. Но сразу скажу, что мы были готовы эту машину купить за пять с половиной тысяч. И на сегодняшний момент мы очень довольны машиной. Она в очень таком ухоженном состоянии. Сам продавец был очень такой ответственный. поэтому я думаю, что все должно быть хорошо. Вот. И что касается ампов, действительно, они стали закрываться. Но это я уже, наверное, в следующем видео вам расскажу, как мы, как я один ездил, я ставил на учет как раз в последний день. Вот. Но если что-то забыл, пишите. Я буду рад ответить. А, наверное, все. На сегодня все. Да. Так что, не знаю, надеюсь, вам было интересно послушать, что и как. Ну и все. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok